Привет, ты на канале Волл Райн. Если ты мой подписчик, хочу сказать спасибо. Мы наконец-то добили ту самую черту в тысячу подписчиков. А если ты еще не подписался или не подписалась, всегда можно нажать классную кнопочку и рядом опцию все уведомления. А если ты просто обычный зритель ютуба, который заходит посмотреть на какое дерьмо и дерьмо ему не нравится, и смотришь примерно 15 секунд, то просто поставь лайк и это поможет мне в продвижении моего канала. Это краткий пересказ сериала «Клан Сопрано». Первый сезон, седьмая серия. Да тебя уррою нахуй говна кусок. Че у тебя? Че у тебя? Тони младший вместе с друзьями залезли в церковь и сперли вино. Но наебенившись, они пошли на тренировку, где из-за постоянной тряски один из них уже проблевался. Тони с помощью связи подкинул Криса на одну из подработок, где он должен работать, пока кое-кто не выплатит ему долг. Директор говорит, что ничего страшного, что Тони младший наебенился алкоголем. В принципе, это же не водка. И проблевался его друг, а не он. Но все же с этим надо бороться в зародыши. Тони собирает всю свою семью, и они затракают и даже ужинают всем, что не успели съесть за один день. Но все добивает именно разговор его матери про то, что все хотят, чтобы она умерла. У психолога Тони рассказывает про своего сына, и психолог говорит, что в принципе это нормальное явление, когда ребенок начинает принимать алкоголь в разном возрасте. Но дело не в алкоголе. Дело в последствиях и в действиях, которое к этому приводит. Однажды маленький Тони хотел поехать в школу вместе с отцом. У отца были другие планы. Тони пошел навстречу к автобусу, чтобы сесть и доехать уже на автобусе. Но автобус уехал, Тони не успел. Он увидел, как его отец вместе с молодым еще тогда дядей Джуниора догнали одного гопника и начали его пиздить и засирать матом, потому что он должен был им деньги. Эта история немножко веселит психолога, хотя в другом случае означает, что то же самое примерно может сдать и Тони младшего. Уже в забегаловке колбасной они занимаются, как обычно, ничем. Кто-то играет, кто-то жрет, но прибегает Крис и говорит, что он спиздил некоторые украшения из федеральной почтовой службы. Но Тони это бесит, потому что если люди это спалят, то займутся этим делом лично федералы. Тони младший говорит, что у лошади на рисунке не хватает всадника и большой письки. Кармела говорит, чтобы он взял своего сына и уже отвез к матери, ведь его мать смотрит статью некрологов «Кто из ее знакомых подох». Тони говорит своему сыну, что не хочет, чтобы он был распиздяем и хочет, чтобы сын его учился, а не бухал. Но сын говорит, что в принципе это никогда не повторится, хотя жизнь бывает разная. Это напрягает Тони, и Тони это выговаривает уже психологу. Тони рассказывает, как однажды его сестра села в машину с отцом, чтобы поехать отдыхать. Но Тони с собой не взяли. Тони обиделся и начал грузить мать, потому что сестру его любят, а его не любят. И что он хочет, чтобы ему купили, но другое ему что-то купить не хотят. На следующий день, когда отец берет ее сестру, он садится в машину, именно в багажник, чтобы проследить, куда они все-таки едут. Тони это бесит и огорчает одновременно, но за ним увязалось три черных, которые хотели его отпиздить и, возможно, ограбить. Но подоспела полиция, черные, как обычно, убежали. И Тони стал свидетелем того, как одну шайку, где был его отец, накрыли менты. Хотя его отец говорил, что вечером он уже будет дома. И действительно, ведь когда они с сестрой смотрели вечером телевизор, уже из участка вернулся, в принципе, и, как всегда, бодрый его отец. Уже в настоящем Тони сидит с этой своей злой матерью и разговаривает с дядей Джуниором, который вспоминает его отца и своего брата. Психолог школьный говорит, что маленький Тони немножко оторвался от рук и распускает свои руки, теребя что-то подряд. Тони понимает, что, скорее всего, сейчас психолог назовет его сына дебилом. И, скорее всего, выпишет ему какие-нибудь прозвуки, чтобы тот принимал и стал вообще ебнутым. Ведь лучше разделить свое время вместе с сыном, пока тот не стал вонючим, грязным, полупидаковатым, грязным, вонючим алкашом.